Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Света Облязова. В этом выпуске я расскажу о новинке фонда Дворца книги «Японские писатели. Притечи новейшего времени». Это сборник эссе рассказов выдающихся писателей и общественных деятелей Японии современности. Среди них Нацуме Сосеки, патриарх японской литературы. Многие литераторы считают его своим учителем. А также Нисида Китара, первый философ, сделавший попытку совместить западную философию с положениями дзен-буддизма. Эдагава Рампа, первый японский писатель детективных рассказов. Юкио Мисима, выдающийся писатель, эссеист, общественный деятель. Прежде всего, представляется весьма сомнительным абстрактный способ выражения мировой и национальной культуры. В частности, в такой стране, как Япония, с ее исторической, географической и природной спецификой важно учитывать национальные культурные особенности. Во-первых, если даже рассматривать культуру как вещи в живом виде, она не является вещественной. Также это не есть национальный дух, бесформенный до своего появления. Но единая форма, кристаллическая структура, в которой ясно проглядывается национальный дух, и сколь бы мутным ни был облик, в нем уже ясно просматривается сформировавшийся дух. А следовательно, это не есть отдельные произведения искусства. Культура включает действие или образ действий. Культура существует не только в театральной форме, но это и тот случай, когда лунной ночью у берегов Новой Гвинеи из воды появляется смертник, сошедший с живой торпеды и заносящий над головой меч. Она включает в себя и многочисленные предсмертные послания из отрядов специального назначения. От повести в «Принце Гэнзи» до современных рассказов в «Маньисю» до авангардных танка, от изображений Будды в храме «Тюсон» до современной скульптуры, от аранжировки цветов в чайной церемонии до кэндо и дзюдо, от кабуки до фильмов боевиков о якудзе, от дзен до военной тактики. Все это имеет сопутствующее значение для пары «Хоризонтемы» и «Меч». Во всем проглядывается японская форма. Литература сыграла важную роль в становлении японских культурных форм в плане использования японского языка. Не следует игнорировать динамизм японской культуры, выдергивая из нее лишь одну неподвижность. Японская культура включает в себя особую традицию, превращает саму форму движения в произведения искусства. Различные воинские искусства, чайные цветочные церемонии относятся к сходному жанру, в котором за короткое время происходит возникновение, пребывание и исчезновение формы произведенного. Это одна из японских особенностей. Бусидо является системой этичности красоты или красоты этики, в которой жизнь и искусство сливаются воедино. Важное значение художественной формы, производимой в но кабуки, с самого начала использовалось как путеводная нить, к традиции. И сама эта путеводная нить является формой, стимулирующей свободный творческий субъект. Форма указывает на форму. Форма постоянно пробуждает свободу, что является особенностью японского искусства. И в современной прозе, на первый взгляд, представляющейся наиболее свободным жанром со времен натурализма, усилия, прилагаемые для образования прозаической формы, бессознательно в несколько раз превышают усилия, направленные на мысли оформления. Во-вторых, в японской культуре нет различия исходного оригинала и его копии. В Европе вещественные культуры, как правило, создавались из камня, тогда как в Японии из дерева. Уничтожение оригинала было окончательным, поскольку его невозможно воссоздать. Поскольку вещественная культура подвержена такому вымиранию, Париж был сдан противнику. Однако до того, как современное культурничество замыслило активное сохранение вещественной культуры и в Западной, и в Европе, и в Японии, она пребывала в состоянии крайнего запустения. Если вспомнить войны и пожары прошлого, то остается лишь удивляться, что-то вообще сохранилось. И нельзя сказать, что рукой истории был проведен отбор самого наилучшего. Лучшие творения греческого архитектора Проксителеса сейчас, вероятно, покоятся на дне Средиземного моря. Произведения японского строительного искусства, зависевшие от дерева и бумаги, навлекли на себя удары всех превратностей судьбы, и участь их была еще более прискорбна, чем у вышеупомянутых скульптур. Неизвестное количество культурных ценностей, погибшие во время смуты унин, уцелевшие в пожарах киотские храмы и святилища, сохранились лишь по счастливой случайности. Настойчивость в отношении вещественной культуры была сравнительно редким явлением. Одной из причин той особенности, что предмет культура, будучи подвержен разрушению, перешли в разряд изменяемых, являлось качество древесины. Таким образом, уничтожение оригинала уже не было окончательным уничтожением. Между оригиналом и копией отсутствовало принципиальное ценностное различие. Самый яркий пример можно видеть в способе возведения комплекса Исет Зингу. Со временем первоначальной постройки его перестраивали уже 59 раз каждые 20 лет, и каждый раз вновь отстроенный комплекс становился оригиналом. В тот момент, когда оригинал уничтожается, его судьба вручается копии, и сама копия становится оригиналом. Уникальность культурной категории периодической перестройки станет совершенно очевидной, если сравнить ее с трудностями исследователей, которым приходится при изучении греческой античности полагаться на скультурной копии времен Римской империи. Такой поэтический прием, как Хонкадори и прочие базовые категории культуры этого рода и теперь занимают место в глубинах наших сердец. Подобная особенность категории культуры, когда император каждой эпохи является истинным императором, уравновешивается особенностью императорской системы, отсутствующей в отношениях оригинал копия, но об этом я скажу ниже. В-третьих, созданная таким образом японская культура, говоря с позиции создающего субъекта, является свободной творческой сущностью, а сама традиционная форма – источником, воодушевляющим его творческую деятельность. Это относится не только к произведениям, но лежит в основе культурных понятий, охватывающих как поступки, так и всю жизнь. Если этот источник свободной творческой сущности народа начнет где-либо иссякать, то вполне естественно произойдет истощение культуры. К континуум жизни культуры, ее суть, ее диалектические понятия от развития до культуры образуют парадокс. Причина того, что творческая сущность преодолевает ограничения исторических условностей, прячется во времени, а затем внезапно проявляется во времени, не имеется в виду историю культуры, написанная по случайно сохранившимся произведениям искусства, и должна заключаться в том, что дух народа формирует постоянную унифицированную историю культуры. Кстати, вот какие отзывы на некоторые рассказы из сборника оставляют читатели. Отменная сатира, небольшой, но емкий рассказ. Все, что требовалось, сместил и раскрыл. Исутака Цуцуи четко подметил и описал некоторые черты людей, которые начинают вести борьбу с чем-то. Любое слово будет переиначиваться, передергиваться. Любая речь будет истолкована так, как это удобно в стороне борцов. Естественно, чтобы донести мысль во всем ее объеме, Исутака Цуцуи немного утрирует. Но иначе не получилось бы показать, как быстро можно дойти до края. Наверное, писать отзывы на сны, особенно на чужие, не самая лучшая идея. Но если этого не сделать, память о прочитанном покинет быстрее, чем собственный сон по утру. Рассказ «10 ночных снов» делится на 10 подглав. Сны очень разнообразные, но не бессмысленные, как может показаться на первый взгляд. И определенный символический подтекст они за собой подразумевают. По впечатлению, неожиданно напомнила Маркеса «Глаз голубой собаки». Чувственной передачей атмосферы сна, хотя именно в исполнении Нацуме Сосеки эта тема мне понравилась больше всего. Из-за широкого раскрытия, так сказать, сюжета. Отсутствие лишнего и из-за какой-то гипотетической точки, ясно завершающей каждый сон. Очень интересный рассказ со смыслом. Классный сатирический рассказ о том, как любая идея, неважно, насколько она хороша, доведенная до абсурда превращается в зло. Любые крайности не доводят до добра, а любая охота на ведьм вызывает возмущение. Этот рассказ толкает на размышления. Имея в виду вышеизложные, можно сказать, что для японцев их культура содержит в себе три особенности. Собственно, для французов, как представляет, существуют такие же три особенности французской культуры. Это вторичное возвращение, целостность и субъективность. Развалины, сохранившиеся в Греции, где не осталось настоящих греков, являются завершением красоты с отсутствием вещей, от которой можно вновь вернуться к своей собственной сути. Ощущение продолжения культурной жизни от греческих развалин является привилегией европейцев. Однако для японской культуры повесть о принце Гэнди многократно возвращает нас к сути современности, подтверждает продолженность культуры, становясь так новым творческим материнским чревом путем превосхождения эстетической оценки ее вещественной сущности. Именно это называется традицией человек. И в этом смысле я сильно сомневаюсь, что современная литература, начиная с эпохи Мэнди, изолирована от классической литературы. Повторный возврат в культуру не есть состояние, когда на культуру просто смотрят. Но когда смотрящий бросает ответный взгляд. Опять-таки, Хоризонтема и меч не оценивали красоту с этических позиций допущения, но оценивали этику с позиции красоты. И то, что в культуре допускалось все, позволяло воспринимать культуру в ее целокупности. И это сопротивляется понятиям культурной политики всевозможных политических образований. Культура утверждает все, поэтому сохранять тоже надо все. В культуре невозможно что-то улучшить или прогрессировать. Трудно даже представить какую-либо корректировку культуры. Хотя суеверная убежденность такой возможности некоторое время упрямо превалировала в послевоенной Японии. И еще в своей предельной форме культура проявляется в триединной сущности становления, сохранения и разрушения, что соответствует трем индуистским божествам Брахману, Вишну и Шиве. Относительно этого Хасуда Йосиаки критиковал войну на море Нива Фумио и писал в своих заметках, что вместо того, чтобы в разгар военных действий писать о них, истинному литератору следовало бы заняться подноской патронов. Надо еще раз глубоко обдумать это. В подтверждение тот факт, что господин Нива немедленно после войны написал повесть «Низкий бамбук», в которой обличал военно-морские силы. Ясно показывает, что сущность писателя представляет собой чувствительную фотокамеру и опирается на объективность, лишенную какой бы то ни было субъективности. Субъективность литературу путем продолжения свободной сущности культурного созидания жертвует ради высшей цели либо своими творениями, либо образом действий. И в японской культуре для этого осталось много различных возможностей. Все это порождает размышления, должно ли определение культурных понятий с помощью трех вышеуказанных моментов повторного возвращения целостности и субъективности естественным образом защищать культуру, и что является истинным врагом культуры. Культурные категории японцев формировались не путем обретения истинного видения себя с помощью изучения образа своих действий через посредство тела. Скорее, их образ мышления чреват всевозможными большими и малыми опасностями, поскольку он сливает воедино культуру и поступки и имеет над стройками различные политические образования. Крайний пример ограничений, накладываемых политической системой, контроль за выражением общественного мнения в военное время. Конфуциатская идеология, считавшая Гэнди образцом распущенности, непрерывно сохранялась до времен правительства Бакуфу. Это обычная политика попыток в каком-то месте нарушить целостность и продолженность культуры. Неверно, однако, думать, что раз культурная сущность представляет собой массовость образа действий японцев, то, нарушив ее, где-то уже не будет возможности дальнейшего продвижения. Мысли и политические взгляды писателей часто находят отражение в их творчестве. Так автор Сакагути Анга выражает в своих эссе отчаяние и духовный кризис послевоенной Японии. Японская литература неоднозначна и, безусловно, вызывает огромный интерес у читателей. Узнать больше о современных японских авторов можно, прочитав сборник. А найдете вы его в Центре японской культуры Дворца книги. А вы читали современных японских авторов? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин